Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал соглашение о прекращении боевых действий в Сирии и назвал документ первым шагом на пути к более прочному режиму прекращения огня. Глава ЮНИСЕФ Энтони Лейк подчеркнул, что соглашение способно облегчить положение сирийских детей, а министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер назвал его окном надежды в деле разрешения конфликта. В боевых действиях в Сирии участвуют десятки вооруженных формирований, и добиться, чтобы все они соблюдали соглашение, будет непросто. Режим прекращения огня вступает в силу 27 февраля, а 26 февраля все оппозиционные силы, которые будут выполнять его условия, должны сообщить об этом либо российской, либо американской стороне. Итак, согласиться с режимом прекращения огня может множество вооруженных формирований, однако потом придется следить за соблюдением этого режима, фиксировать его нарушения, например, такие, как ограничения проезда гуманитарных колонн. Их обязаны пропускать все стороны, подписавшие соглашение. Реализовать это на практике будет довольно сложно, ведь ни Россия, ни США не располагают достаточным числом людей на местах, призванных следить за положением дел, которые могли бы применять санкции или же отмечать благодарность участников в зависимости от ситуации. Тем не менее, значительный сдвиг в деле разрешения сирийского кризиса уже произошел.